Как понять, что вас кидают с контрактом? Какой смысл мы вкладываем в это определение? Всего лишь один. Вы дали деньги к рюингу, для того, чтобы вас отправили в рейс. В рейс вас не отправили, при этом деньги вам не возвращают, либо говорят, что вот-вот вернут, либо наоборот говорят, что вот-вот сейчас будет посадка на судно. Итак, чтобы не рассматривать тысячи вариантов всевозможных схем обмана, которые применяются в отношениях моряков, я просто объясню, что должен предоставить вам крюинг, если он действительно собирается отправить вас в рейс. Первое. У крюинговой компании должна быть лицензия на осуществление этого вида деятельности, всевозможные договоренности через каких-то третьих лиц с обещанием отправить вас на судно в компанию, в которой работает чей-то знакомый, как правило, всегда заканчивается плачевно. То есть вы попросту тратите свои деньги напрасно. Но иногда бывает, что именно такие схемы приводят к тому, что моряк действительно оказывается на судне. Затраты, конечно, тут измеряются тысячами долларов. На меньшее такие люди не размениваются. Второе. Непосредственно оплата. В нормальных компаниях деньги за трудоустройство с моряка берут непосредственно после подписания контракта. То есть трудового договора с шип-менеджером, с компанией, оператором судна. В нем должны быть указаны ваши идентификационные данные, название судна, должность на судна, которой вы будете занимать, продолжительность контракта и заработная плата. Некоторые крюинги под видом договора, после которого они хотят взять с вас деньги, подсовывают вам договор между вами и непосредственно самим крюингом. Если вы его внимательно прочитаете, то увидите, что единственный пункт, за который вы платите, это то, что крюинг обязуется искать вам работу. То есть он не берет деньги с вас непосредственно за посадку на судно, он берет деньги только за то, что он вам работу ищет. То есть деньги вы фактически платите наперед. В этом договоре нигде не будет указана сумма, которую вы оплатили. Соответственно вернуть потом ваши деньги будет невозможно, либо крайне проблематично. Помимо этого крюинг может изначально предложить вам одни условия работы, но после того, как вы оплатите деньги, спустя какое-то время сказать, что все, что он вам может предложить, это такое-то судно на такой-то компании с такими-то условиями работы, которые заведомо могут быть неприемлемыми для вас. И тут варианта два. Либо вы соглашаетесь на эти условия, либо не соглашаетесь, но деньги все равно вам не возвращаются, так как согласно договору, который вы подписали, крюинг свои задачи выполнил. Он вам предоставил вакансию, а отказались вы всего лишь по собственному желанию. А теперь давайте разберем, почему крюинги хотят так, хотят взять с вас деньги заранее. Ответ лежит на самом деле на поверхности. Если моряка утвердил шип-менеджер, то есть оператор судна, назад дороги нет. Что бы вам ни говорили в крюинге, что если вы не оплатите им деньги, то вас сразу твердят, вам аннулируют полеты, канцелируют визы, которые вам открывали. Это все неправда. Вас будут пугать на синем черный список и действительно ваши идентификационные данные разошлет по всем крюингам, в душе раздирающие истории о том, что вы не заплатили деньги. Но если отбросить все эти детали, то по факту подписав контракт с оператором судна, шип-менеджером услуги крюинга, вы уже можете не оплачивать, потому что назад дороги уже нет. Разумеется, сходив в один контракт, таким образом второй раз от этого крюинга вы уже не уйдете. То есть вам либо придется искать другие пути контакта с этой компанией, шип-менеджером через другие крюинги, либо же работать с судовладельцем напрямую, о чем, кстати, есть соответствующий видеоролик. Именно поэтому крюинги и всевозможные посредники страхуются и берут с вас деньги наперед. То есть вывод. Если крюинг берет с вас деньги наперед, то это автоматически не означает, что вас хотят кинуть. Это не означает вообще ничего. Вас могут отправить на судно, могут и не отправить. Судить по этому критерию о благонадежности крюинга вы не можете. А теперь рассмотрим классические схемы развода моряков. Их немного, но все они достаточно оригинальные. Первое. Это случай с посредником. Какой-то человек говорит, что заплатив ему 2000 долларов, через две недели вы уедете на Балкер такой-то компании, вы даете ему эти деньги, через две недели звоните ему, телефон этого человека выключен. Тут комментировать ничего не надо. Как правило, большинство таких посреднических схем заканчивается именно тем, что вы теряете свои деньги. Второй вариант. Крюинг берет с вас деньги, собираясь предложить вам через какое-то время вакансию, согласно договору между вами и этим крюингом. Через две недели вам звонят и говорят, что единственная вакансия, которая сейчас есть, это вообще на другую компанию, на другой тип судна, на другую зарплату и с другими сроками контракта. Выбор за вами. Либо вы соглашаетесь, принимаете условия и уезжаете на контракт, на те условия, на которые вы заранее не планировали, либо вы отказываетесь. Но, как я уже говорил, деньги в этом случае остаются в крюинге, потому что свою часть договора они выполнили, они предоставили вам вакансию. Если вы отказались, это ваше личное дело. Третий вариант. Компания берет с вас деньги без всякого договора. Обещает много, но ничего не делает и деньги не возвращает. Доказать факт придачи денег, соответственно, вообще невозможно, даже с привлечением правоохранительных органов. Такие компании обычно оформляются на частных предпринимателей, которые вообще не имеют лицензии на осуществление этого вида деятельности. Оказывают их зачастую небезызвестные в городе личности, которые только этими занимаются, то есть такими полукриминальными серыми схемами. Опытные моряки знают эти компании, знают этих людей, поэтому никогда к ним не обращаются. Но молодые моряки, которые не в курсе всех этих персонажей, обращаются в такие крюинги, либо в такие посреднические организации, платят свои деньги и, естественно, в рейс они не уходят. В таких конторах берут сразу достаточно много денег, то есть там полторы-две тысячи долларов. На маленькие суммы они не размениваются, потому что им лучше получить с нескольких человек достаточно большую сумму денег, чем с большого количества человек маленькую, потому что в этом случае может подняться волна, которая негативно скажется на их дальнейшей деятельности. Многие из таких компаний работают всего лишь по несколько месяцев, потом закрываются, переезжают в новое место и открываются уже под новой вывеской. Люди, естественно, там работают одни и те же, но при вашем следующем визите они сделают вид, что вас вообще видят в первый раз. Четвертый вариант, он самый интересный, самый изощренный. Крюинговая компания или некое физлицо, частный предприниматель заключает с вами поддельный договор от имени судовладельца, оператора судна. И говорят вам, что посадка, к примеру, будет через месяц или через два. С вас сразу берут большую сумму денег. Для особо недоверчивых могут даже забукировать полет, что вас сразу должно насторжить, потому что, согласно мировой практике, полеты присылают за день, за два дня до даты вылета, потому что заранее узнать, в каком месте будет судно за такой определенный срок, даже с учетом того, что судно стоит на линии, к примеру, это невозможно. Так вот, вы уже полностью уверены, что одной ногой вы на судне, потому что у вас уже есть контракт, есть дата посадки, есть даже полет, правильность которого вы можете проверить через интернет. Полет, естественно, потом отменится несколько дней до вылета, потому что в масштабах общей аферы эти потери на отмену билетов будут совершенно незначительные. И вот вы приезжаете в аэропорт и на регистрации понимаете, что билетов на вас никаких нет, при попытках позвонить тому лицу, кто вас отправлял, телефон этот выключен, и вы понимаете, что вы никуда не летите. Но, что самое интересное, такие схемы обычно проворачиваются в отношении достаточно большого количества людей. То есть, изначально за месяц или за два является о том, что будет полная смена экипажа. За это время ищутся подходящие кандидаты в кавычках на разные должности, чтобы полностью укомплектовать так называемый экипаж мифический. Находится 10, 15, 12 человек, с которых совсем берут значительную сумму вознаграждений, и в определенный момент, за несколько дней, крювинг просто закрывается, и больше вы этих людей не увидите. Потому что такие схемы, как правило, придумывают люди, которые работают по разным городам. То есть, сегодня они в Николаеве, завтра в Мариуполе, в Одессе, в Севастополе, в Керчи. Работают они под разными вывесками. Некоторые из них также широко известны и обсуждаются на морских форумах. Но, тем не менее, это не мешает им таким вот нечестным образом зарабатывать достаточно большие суммы денег. Потому что, как вы понимаете, получив с 15 человек по 2-3 тысячи долларов, то можно на протяжении какого-то времени, нескольких месяцев вообще прекратить любой вид деятельности, пока не уяжется шумиха, чтобы потом возобновить ее уже в новом месте. Пятый вариант тоже достаточно интересный случай. Он, скажем так, полулегальный, потому что за него, в принципе, сложно понести какую-то ответственность. Вы платите деньги крюингу, но не за уход в рейс на начальном этапе, а за подготовку каких-либо необходимых документов. С вас могут взять деньги на оформление какой-либо визы в 5 раз больше, чем стоит консульский сбор, либо с вас возьмут деньги за оформление подфлажных документов. В результате после этого вам скажут, что, к сожалению, на вашу позицию взяли кого-то другого, либо судно пошло в отстой, либо компания банкротилась, либо экипаж поменяли другой национальностью. В итоге все, что вы получаете, это просто набор абсолютно ненужных вам бумажек, каких-то документов, за которых вы заплатили значительную сумму денег. Эта сумма, как правило, будет от 200 до 500 долларов. Это, конечно, не 1000 долларов, как в предыдущих случаях, но, тем не менее, все равно ваши деньги потрачены зря. Но для того, чтобы разрядить обстановку, они вам скажут, что обязательно через полгода будет новая смена экипажа, и вас будут обязательно рассматривать туда в первую очередь. Разумеется, за полгода вы уже уйдете в рейс от другой компании, и просто эти деньги подарите этому крюингу. Шестой вариант. Это вариант, также не кидал в общественном виде. Это когда вас отправляют на заведомо обанкротившуюся компанию или компанию, которая находится под всевозможными судами, зная, что вам там не выплатят зарплату. При этом с вас берут достаточно большие деньги за вознаграждение. Крюинг формально свои обязанности полностью выполнил перед вами. То, что вам не платит компания шип-менеджер зарплату, вы можете с ней судиться, можете обращаться в ИТФ. Крюинг в данном случае выступает вообще как третье лицо. К нему претензий никаких быть вообще не может. Вот, собственно, и все варианты возможные. Конечно, у каждого варианта может быть еще какие-то частные случаи, но в целом все так, как я рассказал. Поэтому, чтобы обезопасить себя от этого, нужно работать только с проверенными крюингами, крюингами, которые достаточно давно работают на рынке этих услуг. Почитать вы можете в соответствующих формах, причем следует отличать негативные комментарии от комментариев, которые указывают на жульнические действия со стороны крюингов. Если человек пишет какой-то негативный комментарий, основанный на его взаимоотношениях с данным крюингом, это одно. Но если вы видите хотя бы одно сообщение, что крюинг взял с моряка деньги, при этом в рейс его не отправил и деньги не вернул, такой компании следует остерегаться. Большинство крюингов и работающих там людей держат своей репутацией, поэтому даже в случае, если вы не уйдете в рейс, деньги в таких крюингах вам вернут. Также вас не должно смущать отсутствие мокрых печатей на контрактах. Это обычная практика, поскольку все трудовые договора присылаются по электронной почте, в электронном виде, поэтому по факту их просто распечатывают на принтере. Мокрую печать вам могут поставить только в официальном представительстве компании шип-менеджера. Если вы обратились к крюинг и вам предлагают внести определенную сумму денег, ну сразу говорят, что подают вас на рассмотрение на такую-то компанию, такого-то оператора судна, такого-то судовладельца, почитайте в интернете отзывы насчет них, посмотрите, существует ли действительно такая компания, сколько у нее судов, подходят ли эти суда по своим характеристикам к тем судам, на которые работали вы. Когда вы подписываете трудовой договор, то вы можете попросить контактное лицо человека, который находится в головном офисе, непосредственно у крю оператора, который занимается оперированием данного судна, либо данной группы судов, либо флота в целом. Если в крюинге все хорошо, это реальные люди, то вам дадут телефон этого человека, его фамилию, имя, но попросят не звонить ему по, скажем, по всяким пустякам и связываться с компанией через крюинг. Это нормально. Вы все равно можете позвонить по какому-то надуманному вопросу буквально на несколько минут, чтобы понять, что этот человек действительно существует и знает о вашем существовании в свою очередь. Но вам могут и отказать в этом. Это тоже не является показателем благонадежности крюинга, потому что бывает действительно так, что в политике компании судовладельца, оператора судна не предусмотрены контакты с членами экипажа в обход крюинга, то есть потому что у них просто нет на это времени. Поэтому все вопросы с моряками они решают непосредственно на территории страны проживания этого моряка, то есть через крюинг или официальное представительство. Если вам уже выдали полет и вас все равно мучают подозрения насчет компании, то к полету, как правило, прилагается гарантийное письмо от агента компании, которая будет встречать вас, человек, который будет встречать вас в аэропорту прилета и отвезет на судно. Там указывается название этой компании, контактное лицо, это его мобильный телефон. Если уж вы полностью не доверяете никому, можете позвонить по этому телефону. Я не скажу, что вам этот человек будет рад, потому что это вообще действие, скажем так, против процедуры. Но таким образом вы полностью удостоверитесь, что действительно в аэропорту прилета вас встретят и отвезут именно на судно. И ваши деньги не были потрачены зря.